Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Александр и я декормастер. Сегодня мы будем создавать декор вот такого плана. Он создает эффект дикого рваного камня. Как это у меня получилось? Я использую декоративные материалы от торговой марки Fable. Что мне для этого потребуется? Кварцевый грунт для улучшения сцепиваемости. Также потребуется сама декоративная шпаклевка или шпатель. А также лазурь, которая затонирована в цвет E349. Флитер эффект. Это лазурь, которая позволяет получить наполевность и покрытие с равносветными блестками. Затем материала мне потребуется макловица. Для нанесения кварц грунта, а также нанесения слоя лазурь потребуется набранной шпатель, водилочка, а также лупка для того, чтобы затирать лазурь. Почему клиенты выбрали именно этот материал на данной поверхности? Самый главный плюс данного материала в том, что он скрывает мелкие неровности и недошпаклеванность за счет толщины и рельефа. То есть идеально вышпаклевывать не требуется. Это очень удобно. Особенно, когда хочется экономить время и деньги. Значит, давайте пройдем в соседний коробочек, где мы и будем это все делать. Итак, перед нами поверхность, которую мы уже хотим задекорировать. Уже нанесен кварц грунт. В этом ничего абсолютно сложного нет. Мы уже с макловица, крестообразными движениями. Сохнет порядка 5-6 часов и абсолютно замечу никакого резкого запаха в нанесении и высыхании на рельефе. То есть комфортно им работать. Значит, после нанесения кварц грунта, как он уже высох, я уже спокойно могу приступать к нанесению декоративной шпатлевки и создания рельефа. Итак, дорогие зрители, я приступаю к нанесению непосредственно декоративной шпатлевки или шпатки. Следованию потребуется декоративная водилка, а также наборной шпатлевочек. Еще раз напомню, что наша поверхность уже прогрунтована универсальным грунтом штрейх-кос для улучшения сцепливаемости. В противном случае, наша шпатлевка ковзала бы по поверхности, это было бы очень много неудобств. Итак, поехали. Создается более-менее равномерный слой, миллиметров 3-4-5, не больше. Этого вполне достаточно, чтобы создать нормальный рельеф. Вот тогда рекомендую его тщательно промазывать углы, чтобы потом не проявлялась при покраске лазухи. Но вырос не полупрозрачный, поэтому какие-то дефекты она будет только подчеркивать за счет наличия пигмента. Поэтому тщательно просматривайте все края, откосы и углы. Итак, чтобы создать непосредственно рельеф, я набираю немножко непосредственно шпаклевки на гладилочку и формирую рельеф. Каким-то хаотичным движением. Здесь не должно быть какой-то определенной системы. Вы формируете его до тех пор, пока он за счет трависов, ваш рельеф. Травис избавлялся от такого рода ровных, каких-то неестественных, неприродных рельефностей. Это может означать, что вы не досмотрели. В периодически я рекомендую выполнять наличие шпаклевки на поверхности вашей гладилки, чтобы вы спокойно продолжали наносить рельеф. Ну и с ней тоже не переборщивайте. Как видите, шпаклевка очень быстро не сохнет, в отличие от обычной акриловой шпаклевки без наравния поверхностей. Это дает возможность без напряга обрабатывать стыки уже нанесенного материала. Я за это не переживаю абсолютно. Как видите, здесь ничего трудного нет. Уверен, вы тоже справитесь. Мы закончили нанесение декоративной шпаклевки и шпаты. Похуду мы формировали рельеф под дикий камень. Прошло около суток после высыхания. Прошло достаточно, чтобы она была нормальной, чтобы удержать все механические ополненные кусочки. После этого декоративную шпаклевку пошкурили, чтобы убрать мелкие загусеницы, а также погрунтовали, чтобы уменьшить расход финишного покрытия в лазуре. А также планировать впитываемость, чтобы лазурь ложилась ровнее без пятенки. После этого нужно уже спокойно приступать к нанесению лазурей, как финишный этап. Итак, внимание на экран. Для нанесения лазурей мне потребуется макловица, желательно 120-ка. Это оптимальный размер по ширине макловицы. Потребуется губка влажная, обычной водичкой. И непосредственно самая лазурь. Напомню, что я работаю в лазуре флидер эффект, который идет с добавлением разноцветных блесточек. Итак, сам процесс нанесения лазурей происходит следующим образом. Я набираю небольшое количество лазурей на макловицу. И стараюсь прокрашивать ей весь рельеф. Хеотичными движениями втираю, чтобы не оставалось ни единой сядочки недокрашенности. Отмечу, что лазурь идет акриловая, соответственно наложенность 0 и никакого резкого запаха во время нанесения она не имеет. Что очень-очень легко в работе. И так берется влажная мубочка и легкими хеотичными движениями затирается. Легко, легко, без надавливания. Как видите, вершочки, так называемые завысины получаются, да? Они дают посветление оттенка. А внутри рельефа, там где бука не достает, идет потемнение, там где скопление пигмента. Получается такое подчеркивание рельефа за счет колированной лазурей. Отмечу еще один момент, что лазурь имеет свойство высыхать буквально в течение 5-7 минут. Поэтому я ее заблаговременно развел обычной проточной водой процентов на 15-20. Во-первых, она стала более жидкой, что позволит мне легче заполнять весь рельеф. На стоях она так быстро сохнет. Еще один нюанс. Как я думаю, я рекомендую наносить от угла до угла за один заход. Чтобы ни в коем случае не появились стыки во время высыхания. Это очень мало важно, потому что на время эти стыки будут видны. Поэтому сразу рассчитывайте по времени и по материалу самое главное. Если вы видите, что вам не хватает материала, вы начинаете, чтобы не остановиться на поводине. Вот таким вот образом происходит покраска. Значит, чисто из своего личного опыта я вам рекомендую на больших объемах работать в паре с напарником. То бишь, один будет наносить слой в азуре, а второй сразу за ним затирать. Это уменьшит вероятность появления пятен. Ну и естественно, влючит сам процесс работы. Вот такая вот красота у нас есть. Итак, мы с вами закончили декоративную отделку двух коридоров клиентов. Они, ещё раз повторюсь, выбрали декоративную шпаклёвку или шпаклёвку, покрашенную заколерованной лазурью Flitter Effect. Это лазурь, которая идёт с добавлением аргивоцветных блёсточек. Значит, как видите, у нас теперь оба коридорчика смотрятся в комплексе. Они покрашены одной и той же лазурью в одном и том же цвете. Видно, что коридоры закончены. Смотрится очень-очень хорошо. Если присмотреться, то на свету видны блёсточки разноцветные. Еле-еле. Это не сильно навязчиво, но всё равно надо разносить. Значит, отмечу, что данное покрытие, спустя 3-4 недели после высыхания, будет уже стояк от мытья. То есть, важную уборку нового и спокойного коронника. Значит, касательно высыхания, лазурь высыхала порядка 3-4 часов на отлик. Никакого запаха не было. Кроме для них было приятно и удобно. Поэтому я уверен, что вам тоже понравится. В случае чего обращайтесь. В 对ке на сетях фонда шубочков над малышей. В сетях почувствуйте большой смаз Woolf защитная. Один фонда остров. Продолжение следует...